Привет, мои дорогие зрители! Наталья встретила Паулия на сайте по поиску друзей. Женщина хотела найти знакомых в других странах и не ожидала, что она в 52 года влюбится в мужчину, которому 25. Отношения их начались с постоянных звонков по скайпу. Болтать получалось часто, Паулия работает программистом на удаленной основе, а сама Наталья уже давно на пенсии. Из-за инвалидности она почти не покидала дом. Дистанционные отношения длились три года. На четвертый год мужчина оплатил Наталье билет на самолет. Семья молодого человека приняла русскую возлюбленную невероятно тепло. Спустя неделю проживания на родине Паулия Наталья получила предложение руки и сердца. И она согласилась. В итоге у пары состоялось две свадьбы. Одна прошла в Африке, вторая в родном для невесты Череповцы. Паулия осмелился на переезд в Россию ради возлюбленной. Он устроился на работу трактористом, но вскоре снова перебрался на удаленную работу, что значительно увеличило доход семьи. В 2017 году у Натальи родились близнецы. Когда малыши появились на свет, поток номера дома собралось более трех сотен друзей и родных. Молодой отец полностью адаптировался к российской действительности. Но в 33 года Паулия неожиданно скончался, у него на отдыхе остановилось сердце. Вдова не осталась одна и ей помогала родня из Нигерии. Младший брат Паулия, Майко, перебрался в Россию, чтобы помогать Наталье с племенниками. А потом он нашел себе русскую женщину и забыл о Наталье. Об этом со слезами на глазах она рассказала в передаче прямой эфир. Мол, как ей трудно одной с близнецами. Правда, горевала Наталья недолго, нашла себе нового африканского мужа еще помоложе. Ему 32 года, по профессии полицейский. Он приглашает женщину к себе, но ее родные категорически против. Но скоро парень приедет в Москву, как только закончится карантин и собирается тут остаться навсегда. После 45 лет многие женщины ставят на себе крест. Но история Натальи лишний раз подтверждает, дело не в возрасте, а в настрое. Круто изменить свою жизнь можно даже в 50 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok